Привет, друзья-товарищи! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы будем разбирать песню, которая у меня фаворит в моем сердечке, и я кому-то, когда пою песни, вот я ее всегда исполняю. Это песня группы Чиж и Ко, называется «О любви». Простенькая песня, понятная, радостная, поэтому я думаю, вам всем зайдет, особенно если вы любите петь песенки у костра. Ну а сейчас берем укулеле в руки и погнали учиться! И вот как эта песня у тебя будет выглядеть. Разбор на укулеле Давайте начнем разбирать эту чудесную песню. Начнем мы с левой руки, то бишь аккордов. По факту тут четыре аккорда, которые будут повторяться на протяжении от начала до конца всей песни. Первый аккорд, аккорд С. Зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. Следующий аккорд, аккорд Е7. Зажимаем с вами четвертую струну на первом ладу. А третью первую струну на втором ладу. Далее у нас с вами идет аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. И последний аккорд, аккорд ФА. Мы к этой конструкции, которая у нас осталась от аккорда АМ, просто доставляем указательным пальчиком вторую струну на первом ладу. И в принципе все. Это все аккорды С, Е7, АМ и ФА. Как я сказала ранее, что это все аккорды будут повторяться в этом же порядке от начала до конца. А песня, сама структура куплетная, то есть у нас припевов нет, соответственно у нас будет четыре куплета, между которыми будет проигрыш, состоящий из этих же аккордов. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку, хотя это не просто укулеле, это акулеле, потому что это типа акулка. Oh, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Теперь настало время правой руки, то бишь более по факту тут подойдет любой рисунок, который вы умеете играть. Например, шестерка. Это у нас вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Это мы будем играть с вами полным рисунком один раз на один аккорд. Получается. Если вы выберете этот рисунок, то со словами звучит следующее. Примерно как-то так, то есть в таком средненьком темпе появляются еще и распевчики. Можно, конечно, побыстрее сыграть. Типа такого. Но это слишком как-то все ровненько. Можно взять вариант восьмерки. Что такое восьмерка? Давайте отдельно поиграем. Это когда мы играем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Понимая много каких-то непонятных ударов, давайте еще раз медленнее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Вообще, в принципе, если у вас проблема с восьмеркой, вы, скорее всего, и очень быстро играете. Поиграйте чуть помедленнее, прям можете проговаривать, как я вам сейчас показываю, типа вниз, вниз и так далее. С этим рисунком будет поинтереснее, потому что нам придется его делить на два аккорда, так как первые два удара звучат длиннее, чем остальная часть этого боя. Поэтому на первый аккорд мы играем вниз, вниз. Это у нас с вами аккорды первой, третьей, то есть С и А, М. А на второй аккорд Е, С и Фа мы доигрываем эту часть. То есть получается... Давайте еще раз. Заметили, да? Со словами звучит так. А не спеть с ним не петься, А любви, а не выдумать, О жанр и так далее. По этому бою могу сказать следующее. Ему нужно вообще хорошо знать отдельно, чтобы не путаться, потому что мы его тут с вами делим. И тоже в среднем темпе играть не супер быстро, а то запутаетесь. И универсально. Мой любимый вариант играть пятеркой. Это когда мы играем с вами вниз, пауза, дальше вниз, сверх, вниз, сверх. Еще раз. Вниз, 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 его мы с вами играем один раз на один аккорд. Тогда получается следующее. А не спеть с ним не петься, О любви, а не выдумать, Новый жанр и так далее. Я играю сама пятеркой. Но, так как у нас с вами это звучит в каждом куплете, вы, конечно, можете делать разнообразие. Например, один куплет сыграть таким рисунком, следующий куплет другим. Это такой уже, знаете, хайт-левел. Поэтому, если вы только-только начали играть, и вам нужно ритмично и правильно сыграть, оставьте какой-нибудь один бой, играйте им. Интересную штуку я придумала здесь на аккорд фа. Вы можете его играть с любым рисунком, который вы выбрали до этого, который играли аккорды. Но на аккорд фа я делаю следующее. Я играю три удара вниз, причем с определенным ритмом, и выделяя второй удар. То есть я как бы на него подпрыгиваю. Как это выглядит? Что я сделала? Я сыграла первый удар короче, как бы не до конца его довела. Чуть-чуть как бы там посидела, передохнула. Далее второй удар я также делаю вниз, но теперь полная такая амплитуда, хороший удар. Причем он звучит громче, чем остальные. И получается... Попробуйте сыграть. То есть короткий удар, длинный удар, короткий удар, длинный удар. Короткий на верхнюю, например, четвертую и третью струну задевает, остальные струнки молчат. Да, короткий удар, а длинный удар все задевают струны. И третий удар тоже короткий. Получается... Мы как бы сделали акцент на второй удар. С аккордом фа звучит так. Что глушения тут никакого не будет, просто чтобы вам показать, как это в принципе звучит, глушить ничего не надо. Если это брать с боем, например, пятерка, играем до этого аккорда, и на аккорд фа делаем такую штуку. И дальше пошла играть заново этот круг. То есть я не делаю паузу, после аккорда фа сразу вступаем на с. То есть можете отдельно, кстати, отрепетировать этот момент. Сыграть фа и пойти на аккорд с, и дальше играть пятеркой. Давайте так же сыграем. Еще раз. Да, на пятерку мы играем прям хорошие удары вниз. То есть прям полноценно все доводим. Как это звучит в песне? А не спеть сливной песню, А любви, а не выдумать. Жанр по попсове и мотиве. И стихи... И у меня выключился экран. И всю жизнь получать... Прикольно, да? Какое-то пум-пум, какое-то движение, какие-то вот такие подпрыгивания дадут интересный шарм этой песне. И тут, в принципе, вся песня на этом состоит. То есть все куплеты мы так играем. Делайте ли развитие на фа, или не делайте. И играть от начала до конца. Единственное, напоминаю, после каждого куплета там будет проигрыш. То есть мы просто сыграем эту связку аккордов без слов. Ну, то есть просто так. Я думаю, более-менее понятно, что мы будем делать с этой песней. Поэтому давайте я ее соберу вам. Сразу покажу, как она будет выглядеть от начала до конца. А не спеть ли мне песню? О любви, а не выдумать ли? Мой жанр по попсове мотив. И стихи всю жизнь получать. Мою песню слышат Тысячи глаз Мою фото Раскупят Сотни рук Мое солнце Мне скажут Это про нас Посмеется Над текстом Лучший друг И я стану Сверхновой Суперзвездой Много денег Машина Все дела Улыбнувшись Ты скажешь Как круто И я тебя Обниму Ты права Напишу Напишу-ка я песню О любви Только что-то струна Порвалась Да сломалась Перо Ты прости Может Следующий раз Сейчас Пора спать Да, в конце вы можете не делать какие-то приблудки Просто играть там типа И на спать опять сыграть аккорды Как-то так Это моя была интерпретация Может у вас чуть-чуть будет по-другому Это тоже нормально Во всяком случае Если у вас остались какие-то вопросы И вам был какой-то момент непонятен Обязательно почекайте по тайм-коду Я там все подписала Расписала Ну или же пишите в комментариях Я постараюсь на все ответить Если тебе понравился данный разбор То обязательно поставь ему лайк Напиши в комментариях Какую следующую песню Или мелодию А может быть вообще Тему музыкальную вам разобрать Я это все читаю И отмечаю Также напоминаю Что на канале есть Уйма различных плейлистов Простые песни у костра Для новичков Что-то по мелодиям Поиграть по табам Музыкальные тематики Поучите Обязательно все Заходите Учитесь Смотрите И живите И играйте в радость Ну и напоследок Хочу поблагодарить всех ребят Которые поддерживают Меня сейчас в финансовом плане На бусте Вот все эти ребята Взамен они получают Клевые ништяки Весь раздательный материал И видосики На несколько дней Раньше тем они выходят На ютюбе Но меня по-прежнему Зовут Дарья Скоро увидимся Пока Клевые ниши Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok